МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. А это значит ближайшие полчаса. Все о главных событиях и жизни Владивостока. В студии Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Школьникам Приморья здоровое питание. Автоматы со сладостями и газировкой уберут из школ в течение месяца. А школам дадут возможность самим закупать продукты. Дайте школам право самим закупать эти продукты. Всем, чтобы быть пускай, директор там сама через свой запозор поряжается. Там, где есть в этих школах подготовленное оборудование, где-то есть. Не надо устраивать еще каких-то посредников муниципалитетей. Необычный рейд. Во Владивостоке конный патруль напомнил горожанам о пожарной безопасности. Главная наша задача, основная в этом году, это не допустить гибели детей на пожарах, травмирование людей, а также минимизировать последствия от пожаров. Мы в топе. Приморский край вошел в тройку регионов России с самыми высокими темпами роста туризма. Также в выпуске. Ускорить работу по переселению граждан из аварийного жилья в Приморье поручил глава региона. И еще расскажем, пункты пропуска на российско-китайской границе закроются на несколько дней в период Восточного Нового Года. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. В поселке Заводском под Артемом погиб 11-летний мальчик. Несовершеннолетний упал с заброшенного здания комбикормового завода. Информированный источник сообщает, что ученик пятого класса пошел гулять с двумя товарищами на территорию завода, где стоят заброшенные здания, и не вернулся домой к вечеру. Обеспокоенные родственники около 8 часов вечера вышли на поиски вместе с волонтерами. Около 23 часов тело ребенка без признаков жизни было найдено в районе заброшенного здания высотой несколько десятков метров. По словам волонтеров, строение не охраняется, а поэтому постоянно притягивает несовершеннолетних, которые забираются на крышу. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту происшествия. Есть такие здания и во Владивостоке. Так, без ограждения и охраны стоят недостроенные многоэтажки в микрорайоне Патрокол. Еще один потенциально опасный объект – огромное недостроенное здание в районе Партизанского проспекта 52. Общественники намерены обратиться в прокуратуру региона. Ускорить работу по переселению граждан из аварийного жилья в Приморье поручил губернатор края Олег Кожемяка. Механизм реализации новой программы на федеральном уровне будет разработан к середине этого года. На данный момент в Приморье, как и на все территории России, закончилось действие программы переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Завершено переселение 7,5 тысяч приморцев, расселено более 3 тысяч жилых помещений. Не завершилась эта работа только в двух муниципалитетах – Пасьетском и Хасанском городских поселениях. Переселение здесь ожидают жители 91 помещения. Олег Кожемяка поручил департаменту усилить контроль за строительством этих объектов, а также ускорить в Приморье работу по переселению из аварийного жилья. Мы доводим свои лимиты до муниципальных образований. Необходимо организовать работу где-то по строительству, где-то по подбору помещений под выкуп. Может быть иные формы, которые тоже могут быть предусмотрены. Если неплохой жилой фонд, это его, в том числе и ремонт, надлежащий ремонт, который может позволить людям переехать в это. Поэтому такую работу вы сейчас организовываете, не дожидаясь прихода федеральных денежных средств, чтобы они потом просто были замещены. Школьникам Приморья здоровое питание. Автоматы со сладостями и газировкой из школы берут в течение месяца. Также родительские комитеты и общественные советники организуют работу по проверке качества питания школьников. Важно проверить, какое количество продуктов получает ребенок. Ну а все подробности в нашем следующем сюжете. Работа по ликвидации аппаратов со сладостями и газированными напитками из школ уже на Читае будет закончена в месячный срок. Вместо вредной еды руководство школ должно предложить детям здоровое питание в столовой. По поручению главы региона по всему Приморью уже созданы группы общественного контроля за питанием школьников. Еще в прошлом году объем финансирования питания детей из краевого бюджета был увеличен вдвое. Теперь важно проверить, как нововведение реализуется на местах. Сколько все-таки у нас на выходе получает продуктов конкретно ребенок? Сколько что-то денег уходит? 20 рублей или 21? Или уходит все-таки там в пределах 40? И вы должны ясно и понятно сформулировать сейчас, сколько будет брать аутсорсинговая компания на содержание своего административного аппарата, на доставку? Не более 10-15 процентов, как вы сказали. Вот это вы пропишите и просчитайте. Просчитайте, просмотрите везде стоимость хлебобулочных изделий, которые сегодня просто 300 процентов, они работают. Не так давно начались проверки качества питания и ценовой политики на хлебобулочную продукцию в школах. Олег Кожемяка посетил школы номер 17 и 46 в обеденное время и пообщался с учениками. Школьники рассказали, что после увеличения краевых дотаций питание стало лучше. Однако меню все равно недостаточно разнообразное. Глава региона подробно изучил недельное меню столовой. Больше всего губернатора возмутили цены на хлебобулочные изделия. Около 40 рублей за школьную булочку. 300 процентов накрутили на булочку. Это что, нормально? Она стоит столько же, сколько стоит обед. Мы миллиард рублей направили на улучшение питания. Для чего? Для того, чтобы кто-то зарабатывал там деньги. Сегодня группы контроля питания школьников созданы во всех муниципалитетах при участии общественных организаций, Матери России и Совет многодетных родителей, специалистов Роспотребнадзора и муниципальных управлений образования. Губернатор отметил, что сегодня средства из краевого бюджета поступают в населенные пункты, которые сами проводят конкурсы на обеспечение школьников питанием. Школа получает продукты уже по факту. Дайте школам право самим закупать эти продукты. Всем, чтобы пускай директор там сама через свой завхоз распоряжается. Там, где есть в этих школах подготовленное оборудование, где-то есть. Не надо устраивать еще каких-то посредников в муниципалитете. Сегодня посмотрите на цены, которые закупаются в муниципалитетах и передаются в школах. Всем, чтобы там не было никакой не составляющей такой бытовой коррупции. Проведить эту работу – это просто вообще одна из главных задач, которую нужно вывести на нормальный уровень, с тем, чтобы ребенок действительно получал качественное питание. Напомним, в 2019 году из краевого бюджета на обеспечение бесплатным питанием школьников направлено больше миллиарда рублей. Размер стоимости питания устанавливается из расчета 42 рубля в день на одного обучающегося. Отметим, что сегодня в Приморье в 150 школах из почти 500 питание осуществляется индивидуальными предпринимателями по аутсорсингу, в том числе во всех школах Владивостока. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. На Дальнем Востоке подведены итоги конкурса «Лидеры России». Юрий Трутнев обсудил с финалистами развития региона. По словам вице-премьера, в частности обсуждались идеи, связанные с более точными коммуникациями по дальневосточному гектару, а также предложения по улучшению состояния демографии округа. Все подробности расскажет нам Дмитрий Беломеснов. 30 финалистов конкурса «Лидеры России» определены на Дальнем Востоке. При этом 12 из них – представители Приморского края. Среди победителей этапа – представители госкорпорации, адвокаты, предприниматели, чиновники и начинающие политики. С теми, кто представит свои регионы на всероссийском финале, встретился Юрий Трутнев. Участники конкурса и полпредпрезидента по Дальнему Востоку вместе с губернатором Приморья и представителями Минвостокразвития обсудили вопросы развития макрорегиона. Это различные идеи, связанные в том числе и с более точными коммуникациями с людьми по одному гектару. И предложения, связанные с улучшением состояния демографии на Дальнем Востоке. То есть предложений было много, мы их записывали, слушали, оценивали, как могли. Мы были в диспуте, это не было историей, когда одна сторона говорит, вторая слушает. Мы обменивались позициям. Юрий Трутнев отметил, что к процессу управления нужно привлекать талантливых молодых людей. Стоит отметить, что работа с ребятами проводилась вне камер. Как отметил полпредпрезидента, конкурсантов сейчас не должно ничего стеснять. Мы с ними обсудили ряд реальных, важных вопросов, которые имеют отношение к развитию Дальнего Востока. Я их послушал, они меня послушали. Я хотел, чтобы это проходило именно в режиме такого приватного общения. Финал конкурса «Лидеры России» пройдет в марте в Сочи. Все финалисты получат гранты в размере одного миллиона рублей. А победителям выделят наставника из числа лучших руководителей России. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Дальнего Востока. ДФО из других регионов. Участники высказывали предложения по поддержке приоритетных отраслей экономики и улучшению социальных условий, развитию городской среды, а также затрагивали экологическую тематику. Отдельное внимание было уделено повышению транспортной доступности с Центральной России и внутри ДФО, в том числе механизмам субсидирования авиаперевозок. Вице-премьер отметил, что субсидирование вырастет минимум раза в три. Участие в разработке национальной программы развития Дальнего Востока – это такая очень большая возможность. И возможность самому учиться что-то делать такое большое и важное. Ну и кроме того, возможность сделать какой-то вклад в будущее. По каждому направлению созданы рабочие группы из числа студентов и аспирантов ДВФУ. Экспертное сопровождение работы Центра обеспечат ученые ДВФУ, представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития и бизнеса. Планируется, что первые предложения студенческий Центр представит через месяц. Напомним, национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 должна быть подготовлена до 1 сентября текущего года. Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал по итогам 4-го Восточного экономического форума. С 15 декабря работает сайт dv2025.rf для сбора предложений жителей России по развитию Дальневосточного региона. Поступившие предложения будут учитываться при формировании национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года, сообщают в Минвостокразвитии. Во Владивостоке конный патруль напомнил горожанам о пожарной безопасности. Сотрудники МЧС России по Приморскому краю проводят активную профилактическую работу, направленную на предупреждение как природных пожаров, так и пожаров в быту. При работе инспекторы Государственного пожарного надзора используют различные формы – подворовые обходы, сходы с населением, профилактические беседы с подрастающим поколением. О необычном рейде расскажет моя коллега Светлана Садовая. Буцефал, Добрыня, Нальчик и Прага – лошади, животные которые хорошо чувствуют любую опасность. Поэтому они редко становятся жертвами пожаров и даже могут предупредить о возможном возгорании хозяев. При запахе дыма лошадь начинает принюхиваться и фыркать. Поэтому такие необычные противопожарные рейды верхом на лошадях сотрудники МЧС проводят на регулярной основе. Конные объезды частного сектора на полуострове Назимово проходят уже третий год. Во время них жителям напоминают, как не допустить возгораний в природной среде и в быту, о необходимости уборки своей территории, о действиях в случае возникновения экстренной ситуации, а также раздают листовки с информацией о правилах пожарной безопасности. Главная наша задача, основная в этом году – это не допустить гибели детей на пожарах, травмирования людей, а также минимизировать последствия от пожаров. Поэтому наша основная работа направлена на профилактику и предупреждение пожаров. Профилактика предусматривает много мер, в том числе, как мы сегодня рейд сделали, а также меры могут быть использованы нами, такие как общественные уроки с детьми, кроме того, экскурсии в наши пожарные части, чтобы дети и граждане видели, как это происходит изнутри тушения пожара. Традиционно такие профилактические мероприятия проводятся два раза в год – в преддверии весеннего и осеннего пожароопасных периодов. В этом году специалисты Госпожнадзора решили провести рейд зимой, ведь из-за отсутствия снежного покрова период лесных пожаров в Приморье уже начался. В этом году, как вы видите, зима у нас бесснежная, соответственно, сухая растительность, площади очень большие. Люди, граждане, не все соблюдают требования пожарной безопасности. То есть, как вы видите, сухая растительность, особенно в частном секторе, не скошена, то есть не убрана. Соответственно, имеется угроза возникновения пожара, возгорания. Только за один рейд специалисты Пожнадзора проинструктировали 1100 человек. Как правило, констатируют сотрудники МЧС, жители частного сектора сами боятся пожаров, поэтому стараются соблюдать правила безопасного поведения. Однако не обходится и без нарушителей. За сутки по результатам работы инспекторы составили 12 протоколов. Из них 9 на граждан и 3 на должностных лиц. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. По данным синоптиков, во второй половине дня 29 января под действием сильного ветра в Амурском и Уссурийском заливах возможен взлом тонкого припаянного льда с последующим выносом в открытую часть залива Петра Великого. Любителям подледной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано в данный период не выходить на лед. Выезд автотранспорта категорически запрещен. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой Протест против дискредитации рыбной отрасли выразили рыбаки Дальнего Востока. Пункты пропуска на российско-китайской границе закроются на несколько дней в период Восточного Нового года. Во Владивостоке пройдет выставка университетов США. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Протест против дискредитации рыбной отрасли выразили рыбаки Дальнего Востока. Пункты пропуска на российско-китайской границе закроются на несколько дней в период Восточного Нового года. В Владивостоке пройдет выставка университетов США. Протест против дискредитации рыбной отрасли в ряде федеральных СМИ выразили рыбаки Дальнего Востока. В телесюжетах говорилось о том, что в региональной рыбной отрасли царят браконьерство и коррупция. А единственный способ их искоренить – аукционы. Накануне днем рыбаки на час приостановили работу на промысле и в портах и дали гудки на своих судах. Позицию по отношению к аукционам, которые пытаются вернуть в отрасль и к попыткам дискредитировать доброе имя рыбаков, выразили тысячи моряков и две сотни российских судов. В акции приняли участие рыбопромышленные компании Сахалинской области, Приморского и Камчатского краев. Таким образом, рыбаки поддержали и экстренное заседание Общественного совета при Росрыболовстве, которое прошло в Москве. Оно было созвано по инициативе дальневосточных членов совета. Они посчитали необходимым дать оценку сведениям, которые распространяются в телеэфире федеральных каналов о якобы катастрофическом состоянии госнадзора и контроля за промыслом и оборотом водных биоресурсов, в частности, в Дальневосточном бассейне. По оценке президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова, отмена действующего исторического принципа распределения квот отбросит отрасль назад и приведет к тяжелым последствиям для экономики страны. По итогам заседания совета принято решение обратиться в правительство России, в Счетную палату России и ряд других ведомств. Пункты пропуска в Приморском крае на российско-китайской границе закроются на несколько дней в период Восточного Нового года в начале февраля. Так, с 3 по 6 февраля не будет работать пункт пропуска Краскино. С 4 по 10 февраля будут закрыты Пограничный и Марково. С 4 по 9 февраля туристы не смогут пройти границу в пункте пропуска Тури-Рок. Пункт пропуска Полтавка будет закрыт с 4 по 7 февраля, а с 8 по 10 февраля время работы будет ограничено. Остановка работы российских пунктов пропуска – вынужденная мера. Она связана с тем, что в это время не работают пункты пропуска на китайской стороне. Во Владивостоке пройдет выставка университетов США. Это встреча с выпускниками почти 20 американских университетов. Это возможность получить консультацию у тех, кто сумел поступить и закончить американский вуз, сообщила пресс-служба Генконсульства США во Владивостоке. Мероприятие пройдет 7 февраля в отеле «Азимут». На выставке все интересующиеся учебой в США смогут познакомиться с вузами, в которых обучались выпускники, жители Владивостока, а также узнать обо всех тонкостях поступления и учебы в США. Как они выбирали университет и специальность, как готовились к поступлению, с какими вызовами столкнулись во время учебы, какое влияние полученное образование оказало на их карьеру и жизненный путь. Кроме того, будет возможность пообщаться с консультантами центров EducationUSA Russia. Это главный источник достоверной информации о системе образования в Соединенных Штатах. Приморский край вошел в топ-3 регионов России с самыми высокими темпами роста туризма. За прошедший год турпоток в край вырос почти на треть. Традиционно в регион едут туристы из Китая, Кореи и Японии. Именно на них ориентирован приморский сервис и инфраструктура. О том, каким образом будет развиваться туризм в этом году и как планируется развлекать и поражать гостей, расскажем в нашем следующем сюжете. Группы туристов, курсирующих по центру города, давно стали привычной картиной для Владивостока. В этом году приморскую столицу посетило свыше 778 тысяч иностранцев. Больше всего, конечно, среди них жители Поднебесной. Активно проявляют себя и гости из страны утренней свежести. Турпоток из Южной Кореи увеличился на 130%. Итого мы показали более 4,5 миллионов туристов на внутреннем и визном потоке в рамках года. Хорошо, да, точно хорошо. Мы это можем судить, исходя из, собственно говоря, вот этой сухой статистической информации. 25% точно, небольшое количество из регионов смогли показать такой динамичный прирост в этом году. Планируется увеличить и количество авиакомпаний из стран АТР, работающих с Международным аэропортом Владивостока. Ставку делают на Китай и Японию. Рост пассажиропотока планируется на 15% на каждом направлении. В планах открыть еще три рейса в города Чандэ, Гуанчжоу и Таньмэнь. В прошлом году нам удалось достичь привлечения пяти авиакомпаний новых. Четыре из них это южнокорейские, Тивэй, Истарджет, Эрбусан, Эрфилипп и китайская авиакомпания Чайный Экспресс. По Корее результаты достаточно высокие, это понятно. По Китаю есть большой потенциал. Мы хотели бы в этом году привлечь как минимум две китайские авиакомпании. Обещает быть насыщенным и круизный сезон. В декабре прошлого года был завершен основной этап работ по доведению глубин первого и второго причалов Владивостока до паспортных. Благодаря этому в сентябре нынешнего года Край планирует принять сюда такого крупного круизного оператора, как Ройл Карибиан, вместимостью до 5000 человек. А это значит, что турпоток будет еще больше. Также мы ожидаем редкое событие. Это заход одновременно двух лайнеров в одну дату. Это 22 апреля. 2019 года, когда у нас в графике два судна. Это Костания Романтика и лайнер компании Холланд Америка Вестердам. К чему мы активно готовимся. Развивается и гастрономический туризм. В 2018 году продажи увеличились в 10 раз. Только Мидии приготовили и съели 6000 порций. Изысканные блюда предпочитают пробовать корейцы. Жители Китая, как правило, ходят в более скромные заведения, поскольку экономят на еде. Наша задача другая. Наша задача – это популяризация дальневосточных продуктов. Мы начали с ресторанов, потому что они были наиболее к этому готовы. Но в целом цель и задача шире. Это реализация продуктов и через кухню дальневосточную. В целом дальневосточного образа жизни, если хотите. Владивосток позиционирует себя как европейский романтический город, в котором можно отдохнуть. Наши гости в основном молодые люди. Их привлекает море, достопримечательности, магазины и рестораны. Иностранцы в значительной мере способствуют и развитию бизнеса. Налоговые поступления в бюджет от Турпотока составили более 3,5 миллиардов рублей. Потенциал у города есть. И он станет еще более привлекательным для гостей. И что немаловажно для самих жителей, если и его инфраструктура приблизится к европейским стандартам. Анна Бережная, Екатерина Матвеева, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Тем временем стало известно, что Приморье получит дополнительные деньги на социальное развитие в связи с переносом столицы Дальнего Востока во Владивосток. Речь идет о 4,5 миллиардах рублей. Их планируют направить на то, чтобы привести улично-дорожную сеть Владивостока в порядок. Дороги должны быть ровными, широкими. Должны быть оборудованы парковки. Все должно быть приведено в порядок до сентября текущего года. Женские секретики в живописи. 12 молодых художниц организовали во Владивостоке выставку, которую посвятили своим личным комнатам. Одноименная экспозиция представляет из себя набор ситуаций и образов, воплощающих повседневную жизнь девушек в окружении быта и привычных вещей. Подробнее о новом необычном художественном проекте расскажет мой коллега Евгений Черемухин. От аскетичных черно-белых тонов и резких, почти отчаянных штрихов до мягких мазков в пастельных тонах. Из абстрактной образности в почти кислотную повседневность. Свои картины 12 владивостокских художниц посвятили собственным жизням. За основу взяли то место, где обычно и происходит творческий процесс. Комната. Так называется выставка работ на базе площадки Приморского центра народной культуры. Сначала организаторы хотели назвать ее секретики, чтобы точнее отразить ориентацию экспозиции на женственность. Однако в итоге тема творческой мастерской возобладала. Это выставка объединения группы студентов 3.1. И что можно о ней сказать? Это выставка о нас и для нас. То есть, когда человек заходит в комнату, то он не видит стены, он не видит потолка, он не видит люстры. Он видит именно человека, который живет в этой комнате. На торжественном открытии юные художницы отметили, что комната – их выставочный дебют. Однако, уверены они, аналогов такой экспозиции в Приморской столице нет. Ведь только здесь все честно, а авторы не выражают себя через символы. Но свободно пропускают зрителя в свою комнату, свой внутренний мир. И предупреждают – там далеко не всегда бывает весело и приятно. У кого-то комната наполнена радостью, беззаботностью, весельем, счастьем, неважно. А у кого-то она наполнена тоской, одиночеством, возможно, скобью, возможно, где-то презрением и так далее. А у кого-то комнаты вообще может не быть, так как он делит ее с кем-то. Например, с реальным человеком или с выдуманным монстром. Первые работы проекта появились еще в прошлом году, а некоторые были закончены непосредственно перед вернисажем. Девушки признались, что экспозиция комната – хоть и первая, но далеко не последняя крупная совместная работа на поприще современного изобразительного искусства. Выставка, посвященная комнатам молодых художниц, работает ежедневно до 12 февраля. Евгений Черюмхин, Сергей Тулатеев, Новости на Восьмом. Далее о спорте. Хоккейный клуб «Адмирал» уступил Хабаровскому Амуру. Дальневосточное дерби закончилось с разгромным счетом. «Спартак» Приморья обыграл купол «Родники». Приморские баскетболисты таким образом укрепились на пятом месте в таблице. Ну а все подробности расскажет Максим Яковлев. Хоккейный клуб «Адмирал» с разгромным счетом проиграл Хабаровскому Амуру. Дальневосточное дерби за последнее время особо не отличалось результативностью. Однако в этот раз гости не дали ни единого шанса приморцам на их же территории. Уже к середине первого периода на табло горели неутешительные 0-3. Амур отличился трижды. При этом дважды шайба побывала в воротах Серебрякова только в первые четыре минуты встречи. Моряки сменили вратаря на Красоткина, но и он не спасал. Хабаровщане даже забили одну шайбу в меньшинстве. Ближе к концу периода накал страстей перерос в рукопашный бой. Драка взбодрила, кажется, только гостей, потому что приморцы все так же не могли забить ни одной шайбы. Последние два гола от «Тигров» влетели в заключительном периоде и стали историческими. «Адмирал» еще никогда не проигрывал Амуру при счете 0-7. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, потому что трибуны стали заполняться. Мы своей игрой доказали, что мы можем и победами уже начали наших болельщиков приучать в хорошей игре. Я думаю, что мы немножко переоценили свои возможности и думали, что после удачных игр так будет продолжаться все время. Следующий матч «Адмирал» проведет 31 января на выезде. Приморцы отправляются в гости к Минскому «Динамо». «Спартак Приморья» обыграл ижевскую команду «Купол Родники». Для нашего клуба эта домашняя победа стала уже шестой подряд. Стены Владивостокского «Олимпийца» помогают. Уже в первой четверти «Спартак Приморья» довел разницу в счете до двузначной – 27-17. Ближе к середине «Родники» смогли немного догнать хозяев, однако красно-белые контролировали ход игры и держали дистанцию по очкам. Интересно, что ижевской командой сейчас руководит Милош Павичевич, последние пару лет возглавлявший «Спартак», с которым в прошлом сезоне специалист стал чемпионом. В этой встрече знания наставника о своей бывшей команде не помогали. Приморцы под конец набрали 13 очков подряд и довели разницу в счете до максимальных плюс 21. В итоге 89-70 победа «Спартака Приморья». Следующий матч наша команда проведет 1 февраля в Сургуте. Там спортсменов ждет клуб «Университет Югра». Максим Яковлев, «Новости спорта на восьмом». И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Ускорить работу по переселению граждан из аварийного жилья в Приморье поручил губернатор края Олег Кожемяка. Механизм реализации новой программы на федеральном уровне будет разработан к середине этого года. Автоматы со сладостями и газировкой уберут из школ в течение месяца. Также родительские комитеты и общественные советники организуют работу по проверке качества питания школьников. На Дальнем Востоке подведены итоги полуфинала конкурса «Лидеры России». Среди победителей 12 приморцев. Юрий Трутнев обсудил с финалистами развитие региона. Пункты пропуска в Приморском крае на российско-китайской границе закроются на несколько дней в период Восточного Нового года в начале февраля. В Владивостоке пройдет встреча с выпускниками почти 20 американских университетов. Это возможность получить консультацию тех, кто сумел поступить и закончить американский вуз. Выставка университетов США состоится 7 февраля. 12 молодых художниц организовали во Владивостоке выставку, которую посвятили своим личным комнатам. Экспозиция открыта в Краевом центре народной культуры. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Первые кораллы, выращенные в Приморском океанариуме, можно увидеть в экспозиции «Эволюции жизни в океане». Постепенно живыми кораллами будут заселяться и другие аквариумы. Сейчас в научно-адаптационном корпусе океанариума для их выращивания задействовано 15 аквариумов. Многие кораллы живут в симбиозе с одноклеточными водорослями, которые при помощи фотосинтеза кормят всю колонию. Эти водоросли имеют флоу-рецессирующий эффект, благодаря чему кораллы светятся в ультрафиолетовом спектре. В данный момент в аквариальной системе выращивается несколько десятков видов, и коллекция будет увеличиваться. За светящимися кораллами наблюдаем все вместе прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. Увидимся на Восьмом.